Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в Москве в режиме видеоконференции состоялась встреча заместителя председателя Совета Безопасности России, председателя Всероссийско-политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Речь шла об общественно-политической ситуации в целом, реализации крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, АПК, туризме, а также реализации партийных проектов «Единая Россия» в регионе. Дмитрий Медведев дал позитивную оценку динамики ситуации в сфере борьбы с преступностью в Карачаево-Черкесии. Рашид Тимреза подчеркнул, что снижение криминогенности и отсутствие преступлений террористической направленности является значимым показателем для республики и оказывает положительное влияние на развитие региона, в частности, на бизнес и туризм. «Благодаря вам в свое время был дан старт реализации большого количества проектов, которые сегодня существенно влияют на социально-экономическое развитие республики», отметил глава. Рашид Тимреза поблагодарил Дмитрия Медведева как председателя партии «Единая Россия» за партийные проекты и программы, которые реализованы на территории региона и значительно улучшили качество жизни людей. Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. К жителям Карачаево-Черкесии обращается глава республики Рашид Тимрезов. Сегодня все мы склоняем головы в память о тех, кто погиб в результате террористического акта, произошедшего в первых числах сентября 2004 года в Беслане. 17 лет прошло с того дня, но скорбь по жертвам теракта не утихнет в наших сердцах. Защита безопасности граждан, борьба с терроризмом и экстремизмом остается одним из их приоритетов нашего государства, но сила народа в его единстве, сплоченности, взаимоважении и согласии. Сегодня в день солидарности в борьбе с терроризмом у памятника жертвам бесланской трагедии в селе Костахи-Тогорово Карачаевского района общественность Карачаево-Черкесии почтила память погибших в результате террористического акта средней школы номер один Беслана. Участники памятного мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику жертвам теракта. В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты парламента, жители, гости Карачаево-Черкесии. Прошло уже 17 лет с тех трагических событий, произошедших в первые сентябрьские дни 2004 года, когда боевики 1 сентября захватили одну из городских школ Беслана и удерживали до 3 сентября. Тогда в результате террористического акта в школе номер один погибли более 300 человек, среди них 186 детей. Самому маленькому из погибших исполнилось всего 6 месяцев. С 1 по 3 сентября траурная дата, и мы каждый 3 сентября проводим митинг, возложение цветов. Мы помним погибших, скорбим вместе с семьями. Мои пожелания, чтобы такого больше нигде никогда не повторилось. Мира во всем мире, на всем Кавказе. В преддверии дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники ОМОН и управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии встретились с участниками подшипных им классов. В средней школе аула Псаучедахи прошел открытый урок, на котором роль учителей на время досталась людям в форме. По Тиме Даурова подробнее. Я запомнил из рассказа, что в городе Беслан было нападение на одну из школ этого города. И я считаю, что дети должны спокойно учиться, радоваться жизни, и пусть всегда будет мир. Всего несколько минут назад шестиклассник Леон Айрумян вместе со своими друзьями-одноклассниками слушал рассказы сотрудников ОМОН, управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, которые объясняли, что такое терроризм. Спецназовцы рассказали о том, как себя правильно вести в условиях теракта, о важности формирования толерантности и как в себе воспитать ответственное отношение к своей жизни и жизни окружающих людей. И про это забывать нельзя, именно про этот день, вот памятную дату, потому что кто забывает историю, впереди не знает, что может, это повторится может. А так, кто помнит, если такое было один раз, что не дай Аллах, не дай Всевышний, еще раз произошло такое безразницы, где мир должен быть святущим, добрым, без террора. Так как я выпускник этой школы, мне вдвойне приятно, что я окончил эту школу, пошел работать в структуру ОМОН. Мы там боремся за права наших граждан, мы там против терроризма, конечно же. Нам важно донести, чтобы наши детишки понимали правильные аспекты, что можно, что нельзя, что плохо, что хорошо. В полной тишине ребята просмотрели видеоролики, раскрывающие реальную сущность такого страшного явления, как терроризм. Учительница истории и общества знания Марьяна Абдокова считает, что дети обязательно должны знать, откуда берутся корни у терроризма и как от него уберечь себя. И такие встречи с представителями силовых структур, которые непосредственно ведут борьбу с терроризмом на передовой, очень актуальны и познавательны для школьников. Терроризм, он ориентирован, мне кажется, в современном мире особенно на детей, на подрастающее поколение, на их неокрепшую психику. Если раньше информацию они получали от учителя, от родителей, сейчас огромные возможности с интернетом, с информационными технологиями, и неокрепшая психика может пойти не по тому пути. Эти мероприятия должны как-то защитить детей, чтобы они понимали, даже сидя дома, родители могут не контролировать, где находится, в какой сети их ребенок. И важно, чтобы именно дети были защищены от внедрения терроризма. Трагические события, произошедшие с 1 по 3 сентября 2004 года в школе номер один города Беслан, напрямую связаны с установлением памятной даты России – Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году мероприятия, приуроченные к памятной дате, пройдут уже в 16-й раз. И этот открытый урок в Псавчадагской школе в их числе. Хатима Дорова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хаббесский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 24 169 человек. Из них 21 695 выздоровели, 670 – госпитализированы. Сегодня в Донбай выпал первый снег. И МЧС предупреждает, сегодня сохраняется действие штормового предупреждения по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. По Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Более полную картину погоду дополнят наши синоптики. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Российские немцы отметили День памяти и скорби. Прошло 80 лет со дня депортации этого народа. Памятный вечер, посвященный памяти этнических немцев, прошел в Черкесске. Представители общественной организации национальной культурной автономии немцев вспоминали те трагические события. Альбина Ламкова продолжит. Российские немцы – дети двух народов и культур. Мало кто сегодня в нашей стране не знает о существовании этого народа. В свое время их пригласили на нашу родину трудиться. Это были как ученые, так и простые ремесленники. 80 лет назад их депортировали из Поволжья. Старики и женщины, даже дети были объявлены предателями родины. Причиной была принадлежность к немецкой национальности. Условия переселения приводили к высокой смертности. Несмотря на унижение и лишение, во время войны люди трудились под лозунгом «все для фронта, все для победы». На Волге были немцы, но это были не те немцы, которые пришли с войной, с захватнической и именно фашисты. И могу даже сказать, что во время войны, то, о чем мы сегодня будем говорить, очень много наших дедов, отцов, даже вот мой папа хотел записаться на фронт, но его не взяли, потому что уже к тому времени было запрещено брать в армию. Общественная организация национальной культурной автономии немцев работает больше 20 лет. Размещаются они в здании Института повышения квалификации. Несмотря на то, что большая часть немцев уехала, работа в организации продолжается. Очень хочется рассказать людям о том, кто такие немцы, и что было хотя бы даже 80 лет назад, и как это произошло, что случилось, допустим, даже с моими родителями. Ведет активную работу в общественной организации национальной культурной автономии немцев и молодежь. Руководители молодежного клуба «Юнгештерн», что в переводе означает «как юные звезды», Миша Сказкин рассказал, что его бабушка Эмилия Христова, как и многие другие немцы, стойко выдержала испытания данной судьбой. Моя бабушка, она ребенок войны, она всю войну прошла в концлагере, а потом после войны ее как изменника родины, ее сделали детем, еще изменником родины, потому что она была немкой по национальности. Ну, есть, она жива, слава богу. И ее репрессировали в душанбе. На днях Миша Сказкин приехал из Саратова. Он участвовал в мероприятиях, посвященные 80-летию депортации немцев. Он впечатлен масштабами и планирует серьезно изучить культуру этого народа. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. В Республиканской конно-спортивной школе состоялся урок безопасности для учащихся. Сотрудники МЧС России по Карачаево-Черкесии рассказали и наглядно показали детям, как вести себя в режиме ЧАЭС. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. Тематические уроки безопасности необходимы для подготовки учащихся к действиям в экстремальных условиях и опасных ситуациях. Развивать у детей чувство самосохранения, устойчивости в стрессовых ситуациях, расширять кругозор. Сегодня я доведу до вас основные требования безопасности, чтобы вы не попадали в трудные жизненные ситуации, необходимо проводить профилактику. Значит, это будут у нас вопросы пожарной безопасности, вопросы гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Представитель МЧС рассказал ребятам об элементарных правилах пожарной безопасности, о мерах предотвращения пожаров и правильных действиях в случаях возникновения. Ребят учили правильно надевать противогаз и обращаться с огнетушителем. Работники конно-спортивной школы говорят, что такие уроки воспитывают чувство ответственности за сохранение человеческих жизней, материальных и духовных ценностей. Мы проводим пожарно-технические учения совместно с Усть-Жигутинским надзорно-профилактическим отделением. Сегодня у нас принимают участие в данном мероприятии как дети, наши воспитанники, так же и наши сотрудники. Я думаю, что данные мероприятия необходимы каждому, потому что никто не знает, чего ждать от сегодняшнего дня, от завтрашнего. Максимально полезная информация, которая пригодится как в жизни, так и в дальнейшем будущем. То есть каждый уважающий себя человек должен об этом знать. Нужны ли такие уроки? Конечно. Нужны дополнительные, мне кажется, не только такие, но еще и дополнительные, которые могли бы показать все на практике, то есть какие-то определенные условия, чтобы создавались. Представители МЧС поздравили ребят с началом учебного года и пообещали проводить побольше практических уроков по безопасности. Альбина Курачинова-Кенжева, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Такая была пятница в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас развязка сериала «Перекати поле». Приятного выходных и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова